Виртус ПРО Снайпер, Эншент Оперейшн, Спирит Брейкер и Бристл Бэк Со стороны команды Эмпайр, Тролль Варлор, Туск, Венга и Лина По пику команда Эмпайр укомплектовалась очень интересными персонажами Я говорю сейчас о Туске и я говорю о Лине соответственно Со стороны Виртус ПРО Спирит Брейкер разве что выпадает из общей схемы файтов Но в общем-то тоже персонаж пикабельный в последнее время и интересный для комментирования, для просмотра Спирит Брейкер наверняка у нас будет у Седова в руках и отправится на сложную Бристл скорее всего будет фармить в легкой вместе с Эншент Оперейшном и еще одним саппортом, которого Виртус ПРО могут пикнуть Забанили инвокера Виртуса, не хотят видеть в руках резолюшена данного персонажа Возможно это правильно, Лина уже имеется, Венжи Фул Спирит имеется Для Роума, для какого-то осмысленного ганка и осмысленного выноса вперед ногами команды Виртус ПРО Дабла уже состоявшаяся есть Также сюда Туз, через Сноубол подлетели, Стан под ноги Лина наколдовала волшебства Немножко развалили очень быстро одного-двух персонажей Но тут тоже есть конечно один нюанс Бристлбэк и Спирит Брейкер не такие уж сладкие цели для команды Империя Потому как Бристлбэк впитывает в себя уйму дэмэджа А по факту здесь может быть есть смысл даже какой-то хут притарить или пайп в итоге Потому что дэмэджа будет много, Лина будет хорошо пробивать Плюс Туз, ну в принципе понимаете, что дамаги предостаточно У тролля, у тролля, у тролля Тролль у нас наверняка пойдет фармить легкую, как мне видится Возможно это Лина для резолюшена в мид, а возможно нет Не зря в принципе инвокера банили Я думаю, что Виртус ПРО читает игру получше меня Это не так уж сложно для них Ну последний пик 50 секунд остается у Империи Кого возьмут? Кто у нас вообще на оффлейн? Пока что не вижу персонажа Йоку пока что некем играть Если разве что Туск у нас пойдет на оффлейн, тогда вопрос закрыт Ну, не буду даже толком гадать У команды Виртус ПРО на оффлейн, скорее всего, Седой пойдет на Спиритбрейкере В мид, мне кажется, отправится у нас год Ну и БЗЗ будет играть на Бристлбеке И Ancient Operation для Жотма или для Йола там уже по факту разберутся 20 секунд у команды Империя на финальный пик Напомню, все катки проходят в формате Best of 2 Заработал, выиграл точнее игру, заработал 1 поинт Проиграл матч, ушел ни с чем Собственно, за Best of 2 можно по 1 очку оторвать А можно, в принципе, и по 2 заработать Каждой команде соответственно Ну, не по 2, конечно, 2 заработал Соперник в таком случае остается с 0 Шторм Спирит для Резолюшена Я думаю, для Резолюшена именно Тролль вряд ли отправится в мид Против снайпера троллю совсем нелегко будет стоять У Виртус ПРО последний пик 40 секунд остается Для того, чтобы забрать Для того, чтобы забрать еще одного саппорта Веномансер у нас отправился в баню от Эмпайр Ждем, кто будет данным саппортом По данному пику, возможно, Энигма мог бы подойти По Деншент Оперейшена Очень здорово было бы Бристалл с Деншент Оперейшеном должен выстоять на легкой Это небольшая проблема Собственно, Бристалл сам может стоять А может еще и с саппортом Так тем более легче будет Безезем на этом персонаж уже отыгрывал неоднократно Выфармливал уйму денег Пак у нас для команды Виртус ПРО Вот теперь все перемешалось Йолу у нас играет на Спирит Брейкере Ром будет от команды Виртус ПРО Жотм играет на Эншент Оперейшене Гот на Снайпере Безезе на Бристалбеке И Седой в сложную отправляется на паке У Империи Сайлент отыгрывает на Тролле Алоха Дэнс будет играть на Туске Always Wanna Fly играет на Венжефул Спирит И там уже совсем немного Йоку Лина Вот это новость Йоку на Лине И Резолюшн на Шторм Спирите Хорошо Это будет очень занимательная игра Как мне кажется судя по пику Посмотрим Сразу по лайнам давайте разберемся Потому что то что я себе намудрил Понятное дело что Империя и Виртуса Перемудрить могут в 5 раз больше Сайлент уже у нас идет на сложную Но это в общем то выход в лес Насколько я понимаю Хотят подраться и зайти в спину на руне Ну мне так видится данный мув Со стороны команды Империя Здесь уже трипла в виде Туске, Венжефул Спирит и Тролля Здесь в четвером Даже в пятером игроки команды Виртус Про Тусуются Не собираются просто так Отдавать кого-то на руне И пожалуй это правильно Резолюшн стоит на хайграунде В принципе Резолюшн все что здесь происходит видит Правда в одном лице Седого Ну что, Империя готова зайти в спину ВП по-моему чекнули Да, ВП понимают что Здесь команда Импайр В составе трех человек Лучше бы подойти Три в пять драться Вообще не Камильфо Шапнель пошла от Снайпера Разгон у нас в Always Wanna Fly По-моему First Blood будет где-то здесь Арба пошла у нас также от Седого Разорвали на куски Венжфул Спирит Хорошее начало для Виртус Про Always Wanna Fly За мув своей команды расплатился сполна До выхода крипов First Blood уже игра интересная Погнали Резолюшн Йол продолжает бежать Йол будет стопить Причем стопить иконкой своего героя Непонятно почему Йол развернулся Ну ладно Не все сразу Резолюшна сильно помяли Но Резолюшн живой А вот Always Wanna Fly уже со своего Лайна должен отправляться В Триплу Триплу отправили в сложную Алоха Дэнс Always Wanna Fly И Сайлент В легкой будет Формить Йоку Правда Йоку будет формить Соло И она для него будет сложнее Чем классическая Трипла Вы понимаете что без подсейва У нас здесь будет Крутейшее противостояние В свое время это было Противостояние миддеров Пак против Лины Ну Лина теперь на мид не отправляется Пака тоже все чаще Начали использовать В сложной линии Резолюшн на Шторме Против него Год на Снайпере Это в общем-то схема привычная Я имею ввиду конечно же Снайпера и Шторма Ну с другой стороны Резолюшн и Год тоже схема привычная Если у нас ВП Эмпайр встречаются Жаль что ВП Эмпайр не так часто встречаются Как того бы хотелось Сколько комментирую Сколько Join.imlg Pro League стримлю Не так часто можно встретить Пару этих команд Ну на данном этапе Понятное дело Они в одной группе И в группе встречаются Всего один раз В формате Best of 2 Так по Dota Pit По другим Тем же Beyond the Summit Разумеется Команды эти еще встречаются Но на Join.dota Это первая встреча Данных коллективов Трипла здесь у нас От команды Virtus.pro Безозе на Бристалбеке Что и требовалось доказать Ancient Operation Под сейв И под сейв от Spirit Breaker Ну Йолл скорее всего В ближайшее время Начнет у нас бега по лайнам И намотает тонны километров На свои копыта Посмотрим Как скоро это начнется То что Йолл будет роумить В этом сомнений быть не должно Опять же Charge of Darkness Вкачан Ну это понятно Забирать надо было Always one of fly А так по факту Charge of Darkness Будет наиболее Используемый скил У Года Rise Band имеется Имеется банка В общем-то на Фарм заряжен Шторм Та же история На фарм заряжен И плюс ему летит Уже Боттл У Года Боттла пока что нет По крипам Шторм впереди 12 на 4 9 на 1 У нас Год Год берет руну инвиза Но экшенов вряд ли здесь Мы с вами увидим В любом случае First Blood уже случился Более важные фраги Появиться в ближайшее время Не могут Разве что выход Какой-то будет на мид То есть Толком ничего мы пропустить Не сможем Йоку фармит у нас В легкой Йоку 11 на 3 У пака 7 на 0 Пак пока что загнан Седому Не так просто стоять Против Лины В общем-то у пака Есть шейпшифт Фейсшифт точнее Можно и уворачиваться Хорошенько Но вы видите Что делает Йоку Зашел в деревья И из деревья в Dragon's Live Сама анимация каста Не видна А дракончик Или птица огненная Кто там Вылетает из Лины В лицо прилетает Собственно Ну никто не сомневался В компетентности Йоку И в том что В полном порядке Данный герой Очень яркий По-моему персонаж Вообще на всем Во всем Дота комьюнити СНГшном Один из наиболее ярких Так у нас уже поймали БЗЗ Бристлбэк здесь На лох ЭП Стики провязал Пока что живет Но Бриста разваливает Always Wanna Fly ответил За First Blood Правда умер у нас Туск В итоге один в один разменялись Но что такое Туск на фоне Бристлбэка Вы прекрасно понимаете Что Размен в пользу Команды Империя 270 они заработали 180 заработали Virtus.pro Это ничего Собственно по золоту Не дает Команде Империя А вот вопрос Плюс морали Это хорошо Керри который умирает На четвертой минуте И это действительно Бьет по Ну там Додумайте фразу Почем это бьет Туск На данном этапе Имеет Boots of Speed У Always Always Wanna Fly Тоже Boots of Speed И танго Так Charge of Darkness У нас пошел Вот спирит брейкера Куда Йол направляется Сейчас увидим Я думаю Это Лин Нет это Resolution Йол врывается у нас На Resolution По шансам ли вообще Драться Йолу Против Resolution Ну видимо Просто сел на попутку И отправился Поближе к Миду Йол без маны Здесь у нас опять Сноубол Опять врыв БЗЗ Опять БЗЗ у нас страдает Причем страдает очень сильно Алоха Денс продолжает Его гнать Пока что нет никаких скиллов Но БЗЗ и настрелять Мог бы Правда умирает БЗЗ 2-2 остановится счет Два раза уже Мейн кейри команды Virtus Pro погибает Always Wanna Fly Вне зоны досягаемости Тауэра Жотма его вытесняет Из кустов Жотма разбирает Always Wanna Fly Дабл килл От него И вообще это Киллинг спри Always Wanna Fly По моему После Фёст Блада Немножко подразозлился Еще один килл Дайте Винге Нет Между собой поделили Но Винга здесь Умирает В любом случае 4-3 Подрались Классно 1 в 3 Разменялись И одна Винга Разменялась у нас На Троих персонажей Это по моему Роскошно Где-то у нас В это время Умер Спирит Брейкер Я так Особенно не проследил Но по моему А может и здесь Такая заваруха была Жутчайшая Что За всем и не уследишь По Нетворцу Давайте переключимся И посмотрим у кого что есть Пока что у нас будут Йоку стараться разобрать Йоку под ноги себе Лучше бы дал стан Йоку не делает Этого Дримской ловит Ну теперь двоих поймал Правда Это все Бесполезно Потому что На дичайшем лоу хп На тот момент Находился Йоку Резолюшн С мида отправился Фармить леса Резолюшна вытеснили Даже как-то удивительно Год Год уже практически Имеет фазы Да Летят к нему фазы Есть Ринг оф аквила У резолюшна Тем временем Постепенно вырисовываются Пауэр третс Ну Что мне нравится В пике команды Эмпайр Это то что Здесь очень И очень Надоедливая Дабла саппортов Постоянно будут Сноуболы Постоянно будет Айс Шарц И разумеется От Вингимисл В лицо прилетает Ну тут даже Такие ребята Как БЗЗ Если надолго Сами остаются То попадают Был бы Вижен У команды Эмпайр Поняли бы Что БЗЗ Здесь соло И надо бы его разбирать БЗЗ тоже Дальше своих кустов Отходить Уже не может Имеется Вижен Жотма не видят Если б прочекали Можно было бы и напасть Ну Не поджимает Сайвент Опять же Вижен А ну-ка Нет Вижена нет Для команды Эмпайр Они в общем-то И БЗЗ Не контролят Не видят Где он находится Ну а БЗЗ Здесь стоит Спокойно стоит По Тауэрам Да Увидели у нас БЗЗ Все Сноубол зарядили Полетели в БЗЗ Что будет делать Жотм Мы посмотрим Но по-моему Смотреть на труп БЗЗ БЗЗ неплохо Настреливают Крутейший Дримской Лотседова Развалили уже двоих Игроков команды Империя И На дичайшем ужасе Улетает отсюда Always Wanna Fly Вот это вовремя Прилетел пак Это было просто роскошно Виртус Про Два их Персонажей забирают Хрен с тем туском Но тролля забрали Тролль Кор-герой команды Эмпайр 4-6 Ну тут Так любовно Друг к другу Относятся Оба коллектива Не дают Продышаться Ни на одном из лайнов Гоняют По всем фронтам Вообще Что Империя Что Виртус Про Ну понимают Обе команды Прекрасно понимают Кто играет Против них Они встречались Неоднократно И В общем-то Это две Ну Если не Оба коллектива сильнейшие Я тут больше конечно Ставлю на Эмпайр Они по-моему Фавориты Если кто-то Ставил рарочки Свои Скажите Кто там На В буквенкерских Конторах По факту Должен выиграть Но по сути Виртус Про И Эмпайр Это топ-3 Сто процентов Там еще Полары Въезжают туда А так На СНГ Поприще Серьезней команды И не найти Я говорю не только о России Я сюда могу В принципе И Нави Приплести У Нави Правда Дела идут Нехорошо Я смотрел их матч Против Пауэррэнджерс Вроде бы Отдыхали ребята Вроде вагоны Разгружали Сложно Короче говоря Отдается Нави Камбэк Из той Ну глубокой В принципе Ситуации В которую они Последние полгода Спускались Ну теперь Ждем восстановления Пока что Виртус Про И Эмпайр У нас на повестке Нави оставим На потом Когда Нави Попадут На мой монитор Сайлент здесь Встречается с Йолом Можно бы и в принципе Погонять Сайлента Но Жотом далеко был Не зацепили Давайте по Нетвор Быстренько разберемся У Резолюшена Первый Нетворс На карте 4000 У Сайлента 3760 У года Та же практически История Год уступает Резолюшену Но В принципе Наравнее идет С мейнкерри команды Эмпайр Йоку Внизу 3500 У Йоку Все великолепно Йоку Уже должен Лететь Юл Или нет Йоку Купил Пауэр Трэдс Ну так Немного Вроде Хотя Может быть Столько Есть В курице Ничего Нет Ну и У Йоку Денег Тоже Нет Значит Рановато Я нарисовал Юл У Йоку У Резолюшена Появляется Соу Ринг Выход будет Понятное дело В Бладстоун Но это будет Попозже Так у нас Курица летит За кем За Брест За Спирит Брейкером Или за кем Сразу же В ответку Сноубол у нас По Йолу Йола зацепили Но команда Эмпайр Сделала ошибку И Алоха Дэнс Причем эту ошибку В Соло решил совершить Ну За это и поплатился 7-4 Впереди Виртус Про Снайпер готов был Встретить этот Сноубол Сразу же Под ноги дал Шрапнеля А там развалили На куски У нас Алоха Дэнса Куда Йол Полетел Йол полетел На ТП Аут От Йоку Йоку выжил В этой игре И в этой Схватке Ну Там не вариант Вообще был драться Во-первых Под Римскойлом Стоял Во-вторых Стоял под чужим Тауэром Йоку играет Очень оторвано Так у нас Шторм тем временем На миде забирает Кого у нас забирает Аппарат у нас Забирает резолюшн И даблкил делает Забирает Еще и БЗЗ И сейчас начнет Сюдово гонять Что с резолюшном случилось Триплкил от шторма 7-7 счет Прибегает сюда Йол Йол готов разваливать резолюшна Урна на нем висит Но резолюшн должен догореть Или Дотикать в любом случае Пока 3 в 0 Очень сильно битая Команда Империя Теряют только Венжи Фулл Спирит Но при этом Забирают четверых Игроки команды Импайр Можно забирать Тауэр Никто пока не придет На помощь Жотм 1 У Жотма 4 левел Ульты нет Вот сюда бы ульта Жотма Разнесло бы вообще В щепке команду Империя А так по факту Тим Импайр выигрывают И по золоту И по экспириенсу Видите что 1600 изменений По графикам Смотрим 3000 Империя впереди По экспириенсу 2000 У резолюшна Постепенно вырисовывается Оркет Стандартная схема После сол ринга Собирается Оркет А потом уже До Бладстоуна Бустится Сол ринг Неоднократно Я это наблюдал Собственно могу С полной уверенностью Заявить Йол бежит у нас На нижний лайн Йол В принципе Может и ошибиться Сразу втроем Здесь игроки Команды Импайр И недалеко у нас Еще и Сайлент Где резолюшн битый Резолюшн уже практически Под своим фонтаном Это не считается Ну вот это вот Трипла Который я говорил По моему Ультра дамажище Все Сноубол Все закатились Побежали за Йолом Правда Сноубол развалится Немножко Пораньше Йоку под ноги Йолу Дает стан Ну здесь Разнеслось Перед брейкера Просто по дороге Подбрасывает у нас Пака Пак отсюда уходит Ульта От снайпера Влетает в Йоку Йоку на лоу хп Можно замансить А можно в принципе И просто умереть Но пытается разобрать Седова Стан проходит Правда умирает Немножко раньше Йоку Один в один Разменялись Алоха Дэнса Сюда далеко И Always Wanna Fly Тоже далеко Давайте глянем Вот что Вот что меня интересует Посмотрите Always Wanna Fly у нас Три кила сделал Точно так же как снайпер Точно так же как Резолюшн на шторме Ну и здесь Йоку 2-2-0 идет Так Тем временем Шторм Спирит Где это произошло Шторм Спирит Забрал Снайпера Вот здесь Вот Можем посмотреть повтор В принципе да Пока никто бежать не будет Нет Лучше бы мы вернулись Ай-яй-яй-яй-яй Дота Дота Секундочку Перезапускаем Черт Дери Нет-нет-нет По-моему вернулись мы Так-так-так-так-так В игру возвращаемся Все больше никаких Все Наблюдаем за матчем Вернулись в прямой эфир Все хорошо У меня перемотка доты Тут немножко подзалипла Я уже испугался Что пропустим вообще этот матч Это было бы паника И Позор на мои седины 12-9 Черт на данный момент Забрали у нас Спирит Брейкера Команда Империя Впереди лидирует на 5 с лишним тысяч По экспириенцу Тоже 3 с лишним тысячи Давайте по шмоткам Пробежимся Возможно у кого-то Что-то появилось У Бристлбека Тем временем Появляется Пауэр Трэдс Есть Таутшилд Ну банка В общем-то БЗЗ у нас проседает Но БЗЗ и счет Обратите внимание 1-3-4 Страх и ужас У Года Появляется Мом Появляется Фейсбутси 700 сверху У Пака Только Пауэр Трэдс Ну полторы тысячи Сверху Скоро появится Даггер У Спирит Брейкера Урна и Обычный Негрейженный Тапок На кого направляется Йол Йол Направляется на Йоку Есть здесь БЗЗ Можно драться Ульта от аппарата Скорее всего по Йоку попадает Йоку в Сноубол Прячется И выйдет ульту Нет Ульту аппарата Конечно не увейдят Но ульту снайпера Зайвейдили Йоку жив Йоку не собирается умирать Отсюда старается уйти Все у него в принципе Получится Дотикать не должен Где Резолюшн Резолюшн подходит Здесь Сюда И БЗЗ Скорее всего Отъехал Да БЗЗ мог бы конечно Настрелять Но по факту Команда Virtus.pro Впятером сливается В этом файте И Тимвайп со стороны Империи Две Двести Сами заработали И заставили Тысячу с копейками Команду Virtus.pro Потерять Империя начинает доминацию У нас сегодня катки По 17 По 18 минут Средний показатель Неужели такая эпидемия Быстрых игр Коснулась Европейского дивизиона Сначала у нас Сыграли Рэйвы По моему Против МВП Феникс И там 17 минут Были игры 18 Ну а потом Еще какие-то азиаты Даже вообще Не хочу их вспоминать Давайте лучше На Эмпайр Сконцентрируемся Давайте переключимся На Нетворс У Резолюшна 8150 Сайлента 7500 У Сайлента Постепенно Вырисовывается Сэнджин Яша Есть Доминатор Также есть Аквил Always one of fly Может быть В скором времени Появятся Пауэртретсы А в принципе Да Все Пауэртретс Уже имеется Always one of fly Просто курица Ему Не несет Данный артефакт Команда Эмпайр Выходит На Рошана Вижена У Виртус Про Нет на Рошана Они не знают Где находится Эмпайр Тем более Под смоком Зашли Тем более Вдвоем Остальные Все на Лайнах Врываются У нас В Резолюшна Спирит брейкер Резолюшн В общем-то Все что можно Заивейдить Заивейдил Йоку Пытается Раскастовать У нас В Йола Вроде бы Получается Но у Йоку Просто-напросто Не хватает ХП Тролль Возвращается Возвращается С Аегисом У себя в этом билде Седой Дал Сайлент С по двоим Дримскойл Через секунду Я думаю Сайлента будут ловить Но уже после Потерянного Аегиса Сайлент умирает И 4 игрока Команды Виртус Про Сжать отсюда надо Йол погибает И Доминейтинг стрик Отдает у нас Сайлент Забрали все-таки его Пока что 3 в 1 Подрались С учетом Потерянного Аегиса 4 в 1 Ну и здесь Алоха Дэнс Тоже Доигрался Не было здесь Резолюшна Или был Но он умирал Нет не умирал Резолюшн 6 в 0 4 У него счет Ждем врыв от Резолюшна Возможно на лох и п Кто-то выйдет на лайны Там можно будет подраться А может и нет По итогу файта Там 4 в 1 Плюс потерянный Аегис От троля Это 5 в 1 Виртус Про Смогли ответить Точно такой же пощечиной Которую получили Тремя-четырьмя минутами ранее Игра лютейшая 18-13 17-ая минута Фрагов Задом жуй Ну очень много И примерно На равных играют команды Даже несмотря на Вот этот показатель 8 тысяч по золоту И Менее 7,5 преимущества По экспириенсу Команды Эмпайр Ну во-первых Упали товара Внизу И вверху А во-вторых Эмпайр по фрагам Вы видите На 5 Опережает своих оппонентов Но будет еще одна Равноценная драка И упадут пару товаров В принципе игра будет Относительно ровной Какого-то глобального Перефарма Не наблюдается Хотя и Видим что очень много денег В руках Резолюшн Сконцентрировано Вместе с Сайлентом Тут Год отстает Вроде бы Топ герой в своей команде А по факту Третий на карте Причем существенно отстает Ну по По вторым Третьим местам В командах Конечно Посерьезнее выглядит Команда Virtus.pro Что у нас Резолюшн Здесь старается Драться с паком Пак у нас Летает к небесам И разбивается Об землю БЗЗ на лоу хп Но БЗЗ на лоу хп Может настрелять Это даблкил у нас Уже от года Пошла дальше Погоня за Always Wanna Fly Скорее всего Флай рассыпался Да Стан в Года И Даблкил Также от Жотма Саппорты команды Virtus.pro Начали Гораздо Увереннее Чем Алоха Дэнс И Always Wanna Fly Играть Но это на данном этапе Немножко не так Расставил интонацию Конечно же Имел ввиду Что сейчас Саппорты ВП Возвращают себе Некое преимущество Ну а по факту Конечно Начало от Always Wanna Fly Было расчудесным То же самое было От Алоха Дэнса Сложные стояли Великолепно Нормально Контрили БЗЗ БЗЗ Четыре раза У нас уже умирал А это На секунду Коргерой Тот кому вообще Умирать запрещено Сайлент под Инвизом Видит Года Год под Момом Может самое время Начать драться Год у нас уходит На Мид Лейн И здесь есть Тавер Нет смысла врываться Йол уже здесь Йол сейчас будет бежать Сайлента Где Чарджер в Даркнесс Нет Чарджер в Даркнесс Йол будет бежать Отсюда Куда глаза глядят БЗЗ Начинает ковыряться с Сайлентом Ну в общем-то Сайлент должен уходить Здесь у нас на ЛОХП Игроки команды Эмпайр Где-то Год у нас уже На ЛОХП уходит По-моему Йоку Да раскастовался Нет Нет-нет Где же у нас Год на получал Ладно Все живы Пока что обращаем внимание На то что происходит Пошел у нас Чарджер в Даркнесс От Седова Врыв На Резолюшена Резолюшен под Сайлентом Резолюшен ничего Под Сайлентом Сделать не может Здесь драка на миде БЗЗ Расковыряли На куски Тут шипы в разные стороны летели Это понятное дело Настоящая Настоящий Господи Вестник смерти у нас Бристалбека Седой По-прежнему ходит Дримскойл поставил Дримскойл уже давно В откате Йоку Попытается отсюда уйти Нету Йоку Ничего не получается Через Иллюзориорп Седой забирает у нас Йоку Три в три подрались Драки вообще без перерыва 20 минут еще не сыграли Уже 42 фрага На карте Все Немножко остыли События на карте Давайте Разберемся по вещам У Спирит Брейкера Постепенно вырисовываются Барабаны У Пака После Даггера 1200 на руках У Снайпера Яша есть Мом Даггер Гот у нас собирает Даггер Давно забытый артефакт На Снайпере Бристалбек Вангвард И Огр Клаб тоже имеется Все это после Пауэр Трэдс Ну и у аппарата В принципе После Медаса 830 на руках есть Аппарат у нас В любом случае Рано или поздно Скорее всего Поздно Игра эта у нас Скорее всего Затянется Судя по таким Равноценным разменам То в одну То в другую сторону Выйдет в некий Аганим У Троля Со стороны команды Импайр Есть уже Сэнджин Яша Доминатор и Аквила У Тузка Фазы урна 700 По золоту Шторм С Оркидом У Шторма Также постепенно Начинает вырисовываться Бладстоун У Винги Пауэр Трэдс Брасер Ну и Слава Богу Хоть что-то себе Always One Offline Насобирал Потому что в последнее время Как-то все больше Смерти от него И практически нет Каких-то фрагов Каких-то Вменяемых ассистов Ну и у Йоку Имеется Еул И в курице летит Уже Даггер Резолюшн себе Бладстоун Как я понимаю Уже Насобирал Или осталось что-то Нет Резолюшн еще много Осталось до Бладстоуна Порядка 1200-1300 Алоха Дэнс Летел бы ты отсюда Алоха Видят Алоха Дэнса Никуда он сюда не улетает Дримс Койл Ну Алоха Дэнс должен здесь Рассыпаться Понятно что игроков команды ВП намного больше Просветили его И Через ульту Разобрали Пак забирает этот фраг Туск у нас рассыпался Просто в щепке Резолюшн прилетел Хочет поговорить с Седым Разобраться насчет своего Туска Все В порядке Туск отмщен И умирает Оффлейнер команды Виртус Про А именно Седой Ну размен Относительно Равноценный Судя по количеству денег 23-21 Очень ровная игра По графикам 4000 империи Графики постепенно Движутся к нолю По золоту Ой по Золоту да По экспириенсу Чуть более 2500 Преимущество Эмпайр И то потому что Только что фраг Сделал резолюшн Не было бы фрага Собственно Где-то к нолю Бы В течении 1-2 минут Графики стекли У Шотман 1200 на руках Так у резолюшна Что у резолюшна Совсем немножечко Осталось до Бладстоуна Совсем немножечко Это именно 500 Одна пачка Вторая пачка Там и в лесу Можно будет подсобирать Рецепт на Бладстоун уже имеется Курьер уже готов Разгон у нас От Йола На резолюшна Можем просто Привязаться К спирит брейкеру Посмотрим Что получится В резолюшна Врывается у нас Йол Ульта пошла Не дадут отсюда Резолюшна уйти Ульта от аппарата Тоже все роскошно Эншит Оперейшн Забирает данный фраг И Получает за резолюшна Немного немало 350 Монет А это конечно Для аппарата Достаточно Ощутимый Плюс к бюджету Мы знаем прекрасно Что аппарат у нас Если бы не Медас То бомжевали бы До 80 минуты Беспросветная Нищета И убожество Сложно аппаратам Нормально фраги Забирать В любом случае Даже при наличии Ульты При влетающей ульте Она влетает Обычно в начале файта Чтобы никто не хилился Не регинился Фраги отходят Больше Керри героям Ну или Ребятам С каким-то скиллом Вот по типу Мэджик миссл От Винги Короче говоря Все 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 У аппарата Застилят Поэтому аппарату Приходится собирать Медас Тут ничего удивительного 2000 есть И по моему Пойнт Бустер Да приобрел Себежот Ну так и есть Давайте По кор героям Пройдемся У года Тем временем Появляется Алтимейт Торп Остается совсем немного До Манта Стайла Если год решит Конечно же Пойти в Манта Стайл Сейчас А не Решится Выйти сразу В Айов Скаде У пака 170 Курьер что-то несет Или нет Так у нас Погоня пошла За Алоха Дэнсом Алоха Дэнс Сразу же в Сноубол Не хочу говорить Разговаривать Ну и выманивают на себя Сноубол В котором собственно Алоха Дэнс и бежит Правда Не погнали у нас А нет Погнали у нас Еще как погнали у нас Алоха Дэнса На Лоу ХП У нас отсюда Туск никуда не уходит Через Улизори Орб Разобрали Так у нас Возможно будет Драка на Рошане А возможно ее не будет Рохота будет Совсем скоро Осталось немного До его появления А именно Две минуты Все Об этом знают Все в принципе Тайминг имеют По Вижену У команды Эмпайр Вижен имеется У команды Виртус Про тоже Все по Вижену в порядке Ну что у нас пошел Врыв Always Wanna Fly Зацепили его Висит на нем урна Висит на нем Висит на нем Колд Фит Ну Не уйти никак Always Wanna Fly 23-24 Виртус Про Выходят вперед Наконец-то Виртус Про Выходят вперед Йоку у нас Уходит отсюда Ну Не угадал Седой Или Зори Орб Тоже не точно Увидели у нас Йоку Йоку здесь Развалился Снайпер ультой Забрал очень быстро Сразу же Врыв на Седова Под Сайленсом У нас Пак Седой Погибает Погибает По Золоту По Золоту Очень долго шел Файт Тут в принципе Файт Рекап нам не покажет Но Резолюшн По Золоту Нереально Серьезно Поднялся вверх Обогнал Наконец-то Снайпер Он ему Уступал Ну и на Первом месте По-прежнему У нас Троль Но Сайлент Вообще не Выходит драться Сайленту Просто нравится Бить зверюшек По лесам Рошан Появится Вот-вот Ждет Команда Импайр Дотикал Рошан До Победного Конца И должны Относительно Быстро Разбираться Медальона Нет Но тут Без медальона Вейф оф террор В принципе Рошан Достаточно Быстро Падает Вообще Не выходит Из баша Все Очень быстро Бьют Под батл Трансом Ну что У нас Готов Ворваться Седой Или нет Нет-нет-нет Седой Не решился Возможно Это правильно Потому что Во-первых Забрать Аегис Не дали бы И по таймингу Поверить Что Иллюзори Орб Прилетит Точь-в-точь К моменту Падения Рошана Ну это Полнейшая Была бы Фантастика Хотя По факту Так и было Если бы В удачу Разве что Поверил На Седой И вовремя Прокликал Кнопочку Д То Может быть И успел бы Украсть Аегис Ну тоже На такое Подписываться И просто так Если не получится Умирать на Рошане На ровном месте Понятное дело Что дальше Погнала бы Команда Эмпайр Всю Оставшуюся Команду Виртус Про Такую ошибку Седой Совершить себе Позволить Не мог У Йоку Тем временем Появляется Поинт Бустер Тысяча имеется На руках В курьере Ничего не лежит У Йоку Постепенно Вырисовывается Аганим Резолюшн У нас цепляет Здесь Йола Резолюшн По-моему Поймал Свою игру Резолюшн Уже 13 зарядов В Бладстоуне Также на хосте У нас мидер Команды Эмпайр Правда Маны Немного Да ему хватит На Жотм Обрывается Жотм развалился У Резолюшн 14 зарядов По Дримскойлом У нас здесь Сайлент Но Сайлента Блэккинг Бар Есть он Плевал вообще На Дримскойл Разрывает у нас Года Сайлент Трипл килл Уже от Мейн керри Команды Эмпайр И здесь еще Разваливают И Бристлбека Ну по-моему Виртус Про Доиграли Седой стоит Седой готов Вроде бы и ворваться Но для кого это надо Кому Вообще Хорошо будет от его врыва 4 игрока Команды Виртус Про Отправляются в таверну По факту 1700 И плюс 1 Еще здесь У нас уже давным-давно Умер Йол Не отображается Короче говоря 1003 Команда Эмпайр Выиграла В данном файте Разваливается Т2 У команды Империя Все тавера Стоят Виртус Про В пуш не выходили Да тут Успеть бы отковыряться Вообще Какой пуш Седой у нас уходит В шейпшифт И не может уйти отсюда Седого здесь разберут Седой погибает Хотя нет Седой взлетает в ветра Опять же Еще в шейпшифт Как мало хп у Седого Где пак Пак у нас умирает Резолюшн не отпускает пака Тут даггер Не даггер Резолюшн вообще вертел Все эти даггера На шляпе своей Ну конечно же Той которая у него На голове надета 1400 на руках Это значит Что очень близко Блэк Кинг Барру Резолюшн Чем его останавливать Будет непонятно Дабл килл От мидера команды Импайр Резолюшн Готов Разрывать И дальше Команду Виртус Про Просто дикий трэш Творит мидер Команда Импайр Сайлент тоже конечно Хорош Но Сайлент Не настолько яркий От резолюшна От этих болл лайтнингов Уже честно говоря В глазах Все мигает Отыгрывает Просто чудесно После появления Бладстоуна По-моему Ни единой смерти И как видите 18 зарядов Мана восстанавливается Быстрее чем тратится Always one of light Тут занимается Убийством крипов Может себе позволить Хорошо отработал Саппорт команды Импайр Давайте по артефактам Пробежимся У Лины появляется Аганим Вот теперь не очень понятно Что там Блэк Кинг Бар вообще Есть у кого-то Нет так Резолюшн Она сврывается На года Год под Сайлентом Год разлетается Лина зарабатывает Данный фраг И Резолюшн Укапает Еще один стак В Бладстоун Йол решил подраться Йол летит на Сайлента Видит Сайлента Зачем Йол сюда пришел Непонятно Седой врывается у нас Пытается дать Сайлент Но здесь команда Импайр уже Никого не отпустит Йола развалили Пошли гнать отсюда БЗЗ Где в это время Пак А Пак здесь от Резолюшн Огребает вообще По первое число Резолюшн рассыпается И Резолюшн Конечно же Пак На котором играет Седой И Unstoppable Для Резолюшна Просто не дают Отдохнуть команды 37-26 Сказать что Империя Доминирует В принципе будет Недостаточно Я вам покажу Насколько 15 плюс На хайграунде БЗЗ Сыпется Сайлент разваливает У нас Бристлбека Резолюшн Продолжает Настреливать Жотму Виккед Сик От Резолюшн Виккед Сик У нас от Сайлента Тим Вайп Ну короче говоря Я бы на месте ВП Давно-давно Я писал ГГ И просто забыл бы Пересмотрел свою тактику Возможно сейчас Команда Виртуз Про Уже Обсуждает что пошло Не так А то что что-то Не так Вы прекрасно Это видите и сами И просто Экономят время Чтобы поменьше Сделать паузу Между играми Но то что Тайм-аут нужен Это 100% Если бы можно было Техническую паузу Взять какую-то Или Такого плана Ну Не знаю Сейчас конечно Она уже неуместна Резолюшн Врывается у нас Практически под фонтан На фуллману залетает Аегис решил разменивать В принципе правильно Команда Эмпайр Успеет ли подойти Да вообще Резолюшн БКБ есть Включил БКБ Улетел отсюда Хотя и без этого Нормально справляется Мидер команды Эмпайр Снайпер у нас Настреливает По кому-то Даже не знаю по кому Потому что все Практически фуловый Дримскойл По двоим Взлетает у нас Йоку в ветра Йоку у нас фуловый Может драться Ульта аппарата Полуэйспорнофлавой попала БЗЗ разваливается Гадлайк Для Сайлента Ульта От Йоку Ну Трэш Угары Унижения Зак и Милли Снимают порно Просто изувечили Под финал Данного матча Команду Виртус Про Игроки Команда Империя Ну Очень круто Все товара стоят Что примечательно И что прошу Никто не снес Там даже не поцарапали Империя вздоминировала Сто процентно В данной катке Ну Резолюшн Выше всяких похвал Тут даже Не мои какие-то Пристрастия Или мои симпатии К одному или другому игроку Тут Статистика 14 3 16 39 39 Да 40 Господи 39 30 Фрагов было с его участием Короче говоря Очень круто Ждем А правится ли команда Виртус Про После такого Плотнейшего въезда С вертушки по щам Мы увидим Через несколько минут Пока Не сложно Пока Есть пауза Заходите в группу Подписывайтесь И Нажимайте Фоллоу В данном твиче Будем освещать События Join.mlg Про лик И дальше Нам это интересно И надеюсь Что вам тоже Будет интересно Наблюдать За нами Если вводы матча Интересуют То это все В группе Это все На ютубе На нашем канале Тоже Совершенно Доступно И бесплатно Фоллоу Нажали Подписаться Вконтакте И вам не сложно И нам очень приятно Пока что Небольшая пауза Не переключайтесь Посмотрим Чем Виртуса Смогут Ответить Империи И смогут Ли вообще До скорой встречи Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok